итак друзья всем привет у нас пришли практически все запчасти мы продолжаем наши переделки сегодня мы делаем занижение подвески делаем шиномонтаж так как нам пришли наши большие колесе 275 на 40 я наконец-то забрал покрашенные цвет наши накладки получилось неплохо и сейчас все это будем устанавливать пружину нас ждут короче пришло уже сегодня забрал последнюю партию запчастей по подвеске это новые поры пружины и будем ставить поехали начинаем как всегда задней подвески давайте замерим получается где-то 11 сантиметров вот видите 10 сантиметров впереди впереди 12 и так я открутил одну пружину и оказалось что она даже еще и сломана видите ну кстати она изнутри не было видно а может быть она просто недавно лопнула ну факт что видите и вот по высоте эти пружину так отличаются все это вот задняя тюнингованная пружина это обычная вот эта верхняя подушка это нижняя подушка сейчас все будем ставить на место собственно все просто экономия 5000 рублей как-то не странно я поменял зад вот видите насколько ниже он стал это еще он не устаканился и на этом сегодня становлюсь то есть я забортировал колеса надеюсь вам это будет видно задней пружины у нас что вышло видите оказалось что одна пружина была лопнута причем так вот на пол витка обломана была сравнению с передом видите да разницу как насколько задница просела еще будут проставки и выглядит будет намного круче перед я не стал менять пока потому что откручивание гайки пружины ручную это гаражная гомосятина это нужно откручивать пневмопистолетом сегодня уже просто не с кем договориться это договорюсь приеду и мне быстренько пневмопистолетом гайки открутят и также закрутят соберут стойку и я уже спокойно и и грубо говоря поставлю на место вот такие пироги замену стоят перед зад и пружин просили 10 тысяч рублей я естественно лучше это сделаю сам а 10 тысяч рублей потрачу на очередной аксессуар по стайлингу микроавтобус сегодня я клею окрашенный в цвет накладки которые мы приобрели в англии вот собственно хотел на чем остановиться процесс наклейки ну достаточно прост ничего из себя выдающегося не представляет так как качество деталей очень хорошая они сделаны четко по грубо говоря по контуру очень качественное совпадение детали нету не надо ничего подгонять подпиливать там и так далее то есть выглядит это примерно вот так вот когда вы все поставили дает вот единственный нюанс нужно доклеивать нужно купить скотч 3м оске ну либо любой очень качественно потому что по нижней части пойдет герметик штатный который идет в комплекте а вот три полоски которые без надписи 3м это были штатные наклеенные здесь то есть по низу мы пускаем герметик где у нас прилегает пескоструй и ответственная часть а которая прилегает с внешней стороны идет на скотч чтобы поставить широкие диски естественно мне пришлось менять вылет и переделывать болтовую часть а именно ставить шпильки нужного размера менять на гайки другая так сказать прижимная часть и так увеличился вообще в принципе увеличилась ширина диска увеличилась ширина покрышки чтобы не задевал за локер я поставил сантиметр сантиметровый спейсер вперед и 5 миллиметров спейсер назад какие ощущения от использования 20 катков шириной 275 жестче не стал стало резче колесо 18 размеры 20 естественно отличаются по весу и что мы получаем естественно больше подрессоренных масс но рулится интересно шумнее как это не странно не стало может быть все дело в резине и почему-то уничтожение что различные стыки проходит мягче слава богу не возникло никаких сложностей при установке все нормально отцентровалась установилась подрезалась никаких биений ничего великолепный результат забыл кстати заново запрограммировать свой размер колес и у меня загорелась лампочка давление в шинах о отлично теперь можно ехать нормально а то поехал больше 90 и загорелась лампа давление в шинах все-таки 20 и 18 размер то разный на сегодняшний момент ситуация выглядит следующим образом салончик опустел как вы заметили а это значит что колеса и диски стоят на своем месте как и в случае когда вы хотите установить не штатный размер а именно большего диаметра с большей там сказать размерностью резины если это не штатный размер вы упираетесь выбор производителя и то что вам обычно нравится это производитель другой в данном случае в моем случае это производитель дисков для автомобилей range rover и диски собственно я купил от range rover sport а диски оказались оригинальные в отличном состоянии дилемма оранжеровских дисков крепления на шпильках и так называемых гайках с пресс-шайбами отсюда покупались шпильки покупались гайки примерялась отрезалась каленые шпильки резутся очень плохо где-то часа два потратил чтобы их резаком отрезать нормально долго резал но аккуратно и хочу вам показать что получилось перед пока не занизил занизил только зад жду очереди на подъемник чтобы самому поменять не хочу никому доверять буду менять сам начнем задней оси которая уже занижена установлена скажу честно смотрится на мой взгляд очень круто это просто ну как я хотел и видите подсвет автобуса получилось расширители стали вообще отлично то есть даже если вот отсюда смотреть то есть я поставил про к проставке сзади 2 ой 2 10 миллиметров спереди 5 миллиметров то есть все вровень с арками я очень доволен но еще раз повторюсь перед еще не за и нижен то есть он упадет на уровень как задняя ось хотел вам показать расширители как они закрывают пескоструя край двери край крыла то есть я никакого пескоструя не будет что в дальнейших планах ждем решетку радиатора ждем пороги rsl ждем стайлинговые наклейки которые и заготовлены по моему стилю с моими надписями на заказ ждем задний спойлер да 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 я буду ставить спойлер а поворотники ждем пришли диски от то зиммерман циммерман как хотите их называйте но в общем они пришли будем их менять вместе с передней подвеской буду снимать хромированные молдинги так как они уже потихонечку лезут и буду их красить так как будут стилизующие наклейки краситься буду их красить в черный глянцевый цвет то же самое будет задним молдингом крышки багажника он уже облезает поэтому его будем тоже красить так как здесь будет сзади тоже стилизованная наклейка вот такие ближайшие планы все идет своим чередом также скоро будет серия по мэрсу так что буду держать вас курсе всем спасибо и пока